Всем привет, дорогие друзья! Это шестнадцатый урок из курса «Английский язык по учебнику English File». Третье издание «Уровень Beginner». Продолжаем с вами заниматься. Как обычно, напомню, если вдруг это видео кому-то попало в рекомендации и нет понятия, как вообще здесь все устроено и происходит, рекомендую посмотреть весь курс с самого начала. Ссылка на весь курс будет в подсказках. Ну а мы начинаем. Unit 8B – What do you like doing? Или по-другому – Что тебе нравится делать? Сегодня у нас по плану. Как сказать, что вам нравится делать, любите делать или ненавидите что-то делать? Слова будут по теме «Activities», то есть это различные виды деятельности, так сказать, ну и несколько звуков на отработку. Let's start. Все у нас сегодня начинается со слов. Первое упражнение – на разогрев. Попробуйте виды деятельности соотнести с картинками, даже методом исключения. Сначала интуитивно, а потом мы все с вами разберем. Если что, не забываем ставить на паузу. Давайте теперь рассмотрим эти виды активности. Первое у нас с вами – кемпинг. Кемпинг – это походы с палатками, походы на природу, вот что-то в этом роде. Buying clothes – это у нас покупка одежды. Дальше у нас идет cooking – готовка. Cycling – катание на велосипеде. Flying – это у нас полеты, летать куда-то. Going to the cinema – хождение в кинотеатр. Reading – естественно чтение. Running – бег. Swimming – плавание. Painting – это у нас рисование, либо покраска чего-то. Traveling – это у нас путешествие. Watching DVDs – ну скорее всего просмотр фильмов, либо DVD. Хотя сейчас это немножко устарело, но все же тут оно у нас встретилось. Теперь сделаем такое вот необычное упражнение. Тут есть анкеты сайтов знакомств с интересами людей. Ну и с тем, что они ненавидят и не любят делать. Нужно будет выбрать каждой твари по паре. То есть нужно будет выбрать, кто кому подходит и объяснить, почему, ну как бы обосновать свой выбор. Естественно, in English. Тут нам помогут четыре слова. Like – нравится. Love – это уже чуть-чуть сильнее. Любить что-то делать. Don't like – не нравится. И hate – ненавидеть что-то делать. Попробуйте организовать парочки на основе их интересов. Естественно, объяснить почему. Например, вот ей нравится вот это, а ему нравится вот это. И я думаю, им будет нормально вместе. Пробуем сделать. Ставим на паузу. Теперь вот просто образец, какой вариант ответа мог быть у вас. The first couple is Isabella and William because she loves playing the piano and he likes classical music. She likes doing sport and he loves running and cycling. And she doesn't like traveling and he hates flying. Ну идеальная прям пара. Couple number two. Or the second couple. Angie and Luke. Because she loves buying clothes. And he loves shopping. And she likes going to the cinema. And he likes watching DVDs. Couple number three. Or the third couple. Adriana and Daniel. Because she loves walking in the mountains. And he likes camping. And she likes good food. And he loves cooking. Perfect. Теперь перейдем к грамматике. Послушайте сначала примеры. 3.40 What do you like doing at the weekend? В чем здесь, собственно говоря, дело? Когда мы соединяем вместе два действия, ну пока что мы говорим о том, что мы любим делать, либо ненавидим делать. Второе действие, это наш объект любви или ненависти, идет с инговым окончанием. Или по-английски это окончание называется ing. Причем заметьте. She likes swimming. Esco на конце никуда не девается. Все работает абсолютно точно так же, как мы все это дело затрагивали на прошлых уроках. А вот по поводу ингового окончания, тут есть несколько вещей, которые можно добавить. Тут правило такое. Естественно, к большинству глаголов просто прибавляем ing на конце. Но. Как обычно, есть кое-какое но. Если в конце стоит буква i, то она исчезает. Вот как, например, в словах cycle, cycling, drive, driving и так далее. А есть еще одна проблемка. Если у нас стоит гласный звук перед согласным, он удваивается. Вот, например, как в слове sub-iming. Обратите внимание, там две m подряд. Либо shop, shopping. Там две подряд p. А вот буквы x и w никогда не удваиваются. По правилам, в принципе, все. Осталось это дело отработать. Вперед к упражнению. Ну вот, в первом упражнении нужно будет просто добавить окончание ing. Пробуем сделать самостоятельно. Можете даже куда-то это все дело записать. А потом сверить свои записи уже с моим вариантом ответа. Swim. Swimming. Meet. У нас здесь все как обычно получается. Meeting. Stop. Здесь у нас удваивается p. Stopping. В слове buying просто прибавляем ing. Получается вот такое слово. Buying. Go становится going. Cry. Crying. Write. Получается просто writing. Видите, тут буква i на конце. Она у нас исчезает. И получается writing. Это все из правила. Run. Короткое слово с гласной у нас n удваивается. И получается running. And cycle. Здесь опять i на конце она исчезает. Cycling. Второе упражнение. Нужно использовать правильные формы like and love в утверждении, вопросах и в отрицаниях. Ну и добавить вот эти вот выделенные жирным слова, как бы их добавить и сделать с инговым окончанием, как в образце. Не забываем, что эски никуда не деваются после хешейд, а иногда нужно будет думать, добавлять ли в вопросе do, либо does и так далее. Все как мы делали раньше, только теперь добавляем объект любви или ненависти. Пробуем делать самостоятельно, потом разберем. Образец у нас был в отрицании. I don't like flying. Все как обычно. Здесь у нас получается ей нравится готовить. She likes cooking. Теперь нужно спросить, тебе нравится путешествовать? Do you like traveling? Теперь нужно сказать, что я люблю закупаться подарками. То есть я люблю покупать подарки. I love shopping for presents. Теперь отрицание. Они не любят. Они не любят смотреть телевизор. Теперь нужно спросить, любит ли твой отец играть в шахматы? Видите, your отец. Это he, does he, то есть does your father like playing chess. Мне не нравится делать упражнение. То есть тут I don't like exercise. Вот так вот получается. Теперь моя мама любит читать детективные истории. My mother loves reading detective novels. И последнее. We don't like going to bed late. То есть нам не нравится поздно ложиться спать. Вот такие вот дела. Теперь раздел произношения. Смотрим на новые значки и тренируем звуки. Let's go. Вперед. 3.41 Bull Uh Cook Book Look Look Good Boot Ooh To Food Soon School Singer Ng Going Doing Swimming Thing Thing Single Single Three point forty-two I like cooking. What about you? I like cooking, too. Do you like reading books? Yes, I love reading good books. Do you like cycling? Yes, I do. I love cycling. Are you single? No. Sorry. Теперь посмотрите на картинку с активностями и придумайте четыре предложения, которые подходят про вас. То есть с I like, I don't like, I love, and I hate. Вот как, например, у меня I like reading, I love running, I don't like cooking, and I hate flying. What about you? Чтение. Reading. Задание немножко странное. Прослушайте, прочитайте твиты от разных людей, найдите тех людей, кто наиболее похож на вас, по интересам. Вначале посмотрим на глоссарий. Тут есть painting my nails, это покраска ногтей, красить ногти. Making a cake, готовить пирог, либо торт. Window shopping, это немножко странная активность, это когда мы ходим и ничего не покупаем, просто пялимся на различные предметы, которые можно купить. Теперь слушаем и читаем, и ищем похожего на вас человека. 3.43 What do you like doing, if you have two free hours? Here are some tweets from people all over the world. Teresa Painting my nails and reading a book until they dry. James I love sitting down with a cup of coffee and reading the newspaper from cover to cover. It's very relaxing. Jerry During the day, cycling in the country. In the evening, looking at bikes online and thinking about what bike I want to buy. Krisha It depends. If I'm tired, I love sitting on the sofa and watching one or two episodes of a good series. If I'm not tired, I like making a cake to take to work. Greta Going into the garden and talking to the chickens. Carlos I like walking in the country near my house or going to a bookshop with a friend and having coffee there. Kate After a bad day at work, I like doing housework. It makes me less stressed. Sandra I love going for a walk in the old town and window shopping and then having a cup of hot chocolate in a cafe. David I like going for a run after work. I work in an office all day and I love the feeling of freedom. David For example, for me, it's, I think, I like David's interests because I also love running. And Carlos is interesting because I also like coffee and books. Ну и как обычно, данный раздел только для тех, кому это нужно. Разберу и переведу текст полностью. What do you like doing, if you have two, three hours? То есть, что вам нравится делать, если бы у вас были два часа свободного времени? Here are some tweets from people all over the world. Вот представленные вам твиты от людей со всего мира. Вот это all over the world, это со всего мира. Первый человек у нас. I love sitting down with a cup of coffee and reading the newspaper from cover to cover. It's very relaxing. То есть, мне нравится, я люблю сидеть с чашечкой кофе и читать газету от начала до конца, как бы от обложки до обложки. Это очень расслабляет. То есть, в течение дня катание на велосипеде по загородной местности, а вечером у нас глядение или просмотр на велосипеде в интернете и обдумывание, какой велик я хочу купить. То есть, it depends, это зависит, то есть, ну, это зависит от ситуации. Если я устала, я люблю сидеть на диване и смотреть один или два эпизода, либо серии, ну, какой-нибудь хорошего сериала. Если я не устала, мне нравится готовить торт, чтобы его потом взять на работу. To take to work, take – это вот у нас брать, куда-то его притащить. Going into the garden and talking to the chickens. То есть, хождение по саду и разговор с цыплятами. Вот такие вот дела. I like walking in the country near my house or going to a bookshop with a friend and having coffee there. То есть, мне нравится хождение по загородной местности. Near my house, рядом с моим домом. Или хождение по книжным магазинам с другом. Ну, и выпивание чашечки кофе. There – это там. After a bad day at work, I like doing housework. It makes me less stressed. После плохого дня на работе. Мне нравится делать дела по дому. То есть, вот эта посуда, уборка и так далее. It makes me – это делает меня less stressed, менее стрессованной. Ну, если тут получше перевести, то есть, это меня расслабляет, убирает стресс. I love going for a walk in the old town in window shopping and then having a cup of hot chocolate in a cafe. То есть, мне нравится пойти гулять в какой-нибудь старый город и смотреть на витрины. А потом выпить чашечку горячего шоколада в кафе. I like going for a run after work. I work in an office all day. And I love the feeling of freedom. То есть, мне нравится пойти побегать после работы. Я работаю в офисе весь день. И я люблю чувство, вот это за филинг, это чувство чего? Свободы. Теперь задание на writing. То бишь, письмо. Напишите, что бы вы сделали, если бы у вас было два часа свободного времени. То есть, по сути, напишите такой же мини-твит, как вот в тексте у людей. Задание очень маленькое, поэтому не пропускаем, будет полезно для практики. Вперед. Теперь посмотрим, что нужно будет сделать в рабочей тетради самостоятельно. Что тут у нас по рабочей тетради? Первое упражнение вам нужно написать, как называется тот или иной вид деятельности, естественно, посмотрев на картинку. Дальше упражнения идут на грамматику. Часть A. Выполните таблицу с инговым окончанием формы глаголов в этом списке. То есть, тут надо посмотреть, где просто ing добавляется, где вот и исчезает, а где удваивается согласное. Ну, как подсказки, тут сделаны ограниченное количество слов. Часть B. Заполните в пропуске вот эти предложения с инговым окончанием из этого списка. То есть, посмотреть, что тут подходит по смыслу. Ну, и все остальное. Часть C. Напишите следующее предложение. Там, где у нас одно сердечко, это love. Там, где галочка like. Там, где крестик, not like. Два крестика hate. Вот, получается, видим сердечко. У нас получается she loves dancing. У нас тут крестик. Получается he doesn't like driving to work. Вот так вот все дело проделываем. Часть 3. Это pronunciation, произношение. Тут есть несколько звуков. Так, послушайте и напишите слова в таблицу. Там, где короткий звук, a book. А там, где длинный, boot. И так далее. Четвертая часть. Это listening, аудирование. Тут у нас что написано? Archie and Charlotte meet in a cafe. Listen to the conversation. Does Charlotte like Archie? То есть, Archie и Шарлотта встретились в кафе, послушать их разговор. И понравилось. То есть, любит ли Шарлотта Арчи? Ну, кто-то кому-то понравился. Это первый вопрос. Теперь нас просят listen again, послушайте снова, and mark the sentences true or false. Знакомый всем true or false. То есть, и вот такие вот задания, я думаю, тут достаточно просто. Аудиозапись, думаю, помните, где найти. И какие у нас тут есть слова? Paint your nails. Покрасить ногти. Look at something online. Посмотреть что-нибудь в интернете. Make a cake. Приготовить пирог, либо торт. Go for a walk. Пойти гулять. Go for a run. Пойти побегать. Window shopping. Просмотр витрин, когда мы что-то смотрим, но не покупаем. Freedom. Это у нас свобода. Hot chocolate. Горячий шоколад. Stressed. Ну, человек в стрессе. Cycling in the country. То есть, катание на велосипеде по загородной местности. Так, прикольный юнит получился. Поздравляю. Юнит 8B завершен. Ребят, все как обычно. Лайки, комментарии, репосты, все, что поможет. Буду очень сильно благодарен. А если у кого-то есть возможность поддержать канал финансово, все ссылочки будут в описании. Тоже буду очень сильно благодарен. Thanks for the watching. Good luck with your English. And goodbye.